Не так уж и много людей говорят о халвинге биткоина пока. А в этом эпизоде это именно то, о чем мы с вами и поговорим. Прежде всего, мы с вами поговорим о том, что такое биткоин-халвинг и что он из себя представляет. Но еще более важно, почему разные сайты имеют разный обратный отчет к дате наступления халвинга. Например, посмотрите сюда. Вот здесь, на сайте биткоин-халв, говорится 298 дней. На сайте NiceHash говорится 276 дней, а на сайте BuyBitcoinWorldwide говорится о 288 днях. Но почему? А также в этом эпизоде я хочу поговорить с вами об огромных инвестициях, которые были сделаны, но о которых люди особо не говорят. И с этим сказанным «Как дела, ребята?» с вами Саня Декри, и добро пожаловать в очередной выпуск. Для большинства из вас это и так очевидно, и вы об этом слышали, что халвинги биткоина происходят примерно раз в 4 года. Но сначала, почему мы говорим «примерно» в 4 года? Что ж, да потому что мы не можем точно измерить по времени производство каждого блока биткоина. Халвинг у биткоина происходит каждые 210 тысяч блоков. Вознаграждение за самый первый блок биткоина, который когда-либо был выпущен, составляло 50 биткоинов. И вознаграждение для первых 210 тысяч биткоинов всегда оставалось равным 50 биткоинов. После первого халвинга биткоина, который произошел в 2012 году, вознаграждение сократилось вдвое и составило 25 биткоинов. А примерно через 4 года позже — до 12,5 биткоинов. Текущий уровень вознаграждения составляет 6,25 биткоина. А примерно в апреле следующего года мы придем к уровню вознаграждения в 3,125 биткоина за каждый произведенный блок. Но повторю, сеть биткоина интересует не время, а блоки. Поэтому между этими пунктирными линиями всегда остается точно 210 тысяч блоков. И это нам поможет объяснить то, почему на этих разных сайтах показываются отличающиеся обратные отчеты для следующего халвинга. И это лишь их оценка. А результат зависит от того, как они считают или как производят эту оценку. И для сети биткоина обычно всегда требуется около 10 минут в среднем для производства каждого блока. Но если хешерейт сети начинает расти, а корректировка сложности еще не произошла, то майнинг блока может занять меньше времени. Например, скажем, что вчера была последняя корректировка сложности, а сегодня хешерейт сети увеличился на 50%. Что ж, все последующие 2016 блоков, потому что корректировка сложности происходит каждые 2016 блоков, майнеры будут выпускать с 50% приростом скорости каждый очередной блок. И это будет значить, что для следующей корректировки сложности блоки будут создаваться значительно быстрее. И мы с вами не знаем, каким образом хешерейт будет себя вести все оставшееся время до следующего халвинга. Так что чем дальше мы от следующего халвинга, от следующих 210 тысяч блоков, нам будет сложнее произвести оценку того, когда произойдет точно следующий халвинг. И вот почему эти сайты показывают разные значения. Но на самом деле это не так важно. Все, что нам нужно знать, это то, что на блоке номер 840 тысяч, то есть когда очередные 210 тысяч блоков будут позади, то произойдет очередной халвинг биткоина. А вознаграждение за майнинг блока составит 3,125 биткоина. Что приводит нас к следующему вопросу. Минуту. Почему хешерейт постоянно растет? Как мы видим здесь с вами, хешерейт постоянно движется вверх. Мы к этому скоро вернемся и посмотрим, что все больше инвестиций производится в сектор майнинга. Но зачем это делать, если вознаграждение сокращается вдвое каждые 4 года? Может они действительно думают, что цена биткоина вырастет вдвое к следующему апрелю? И вообще, что там происходит? Но давайте с вами посмотрим на некоторые инвестиции, которые были сделаны совсем недавно. Например, Райот. Один из самых крупнейших майнеров США, и даже не только в США, а вообще во всем мире, совсем недавно сообщили, что сделали очередную инвестицию в размере 163 миллионов долларов для покупки примерно 33 тысяч новых устройств ASIC. Определенно, они хотят оставаться в тренде, потому что вы знаете, как все это устроено. Когда оборудование становится все лучше и лучше. А также есть и конкуренты, которые, если купят хорошее оборудование, то вы можете за ними не угнаться. Так что, определенно, майнеры продолжают инвестировать, что и отражает рост хешрейта, но мы к этому скоро вернемся. Но речь не только о том, как Райот инвестировал 163 миллиона долларов, о котором недавно стало известно. У нас также есть, например, HeartAid. И у них очень интересная стратегия. Они одни из тех майнеров, которые стараются не продавать свои биткоины. По крайней мере, не сейчас. И это абсолютно логично, если задуматься. Они делают ставку на биткоин. Вот почему они занимаются майнингом. Но также они делают ставку и на большую цену в будущем. Так что, зачем им продавать свой биткоин сейчас? Это же совсем нелогично, верно? Так и есть. И то, что они сейчас делают, очень интересно. Они получили займы в размере 50 миллионов долларов от Coinbase, которая также заинтересована в том, чтобы индустрия выживала. И это позволяет им продолжать придерживаться своей стратегии, согласно которой они не продают биткоины, по крайней мере, сейчас. Поэтому, как вы видите, инвестирования идут налево и направо. Никто не уходит, независимо от того, что люди вам говорят. Относительно того, что майнинг биткоина не будет прибыльным после следующего халвинга, или после халвинга за следующим халвингом. Это полная чушь. Майнинг является саморегулирующим. И сейчас очень похоже на то, а данные факты являются подтверждением, что майнинг является прибыльным. Или, по крайнему, ожидания такие, что майнинг будет продолжать оставаться очень прибыльным. В средней и долгосрочной перспективе. Иначе бы эти компании не инвестировали. Они эксперты в этом. Это не мы с вами. Они в этом разбираются. И они решили, что в текущем состоянии рынка и в текущей ситуации в целом, инвестиции и расширение капитала являются сейчас правильным шагом. И до сих пор, если мы посмотрим на майнеров и историю майнинга, у них всегда дела шли отлично. И я не сомневаюсь, что так и будет в будущем. Ну ладно, давайте перейдем к интересной части. Вероятно, вы уже слышали, что хешрейт снова вырос, и в этом ничего нового. Но если мы с вами посмотрим только на этот год, то кое-что интересное все-таки произошло. Мы на полпути. Прошло шесть месяцев. Мы точно в середине года. И о чем вы сейчас думаете? Вы можете поставить на паузу и взять и подумать, насколько хешрейт вырос в процентах всего лишь за прошедшее полугодие. Что ж, сюрприз на 36%. Это больше, чем одна треть. Задумайтесь. Все эти крупные стройки, которые вы видели на фото и на видео, все эти большие территории с данными конструкциями, все это огромные майнинговые фирмы. Задумайтесь о всем этом. И только представьте, что больше, чем одна треть по всему миру, от того, что вы только видели, и даже больше, было добавлено к сети всего лишь за эти полгода. Плюс 36% всего лишь за эту часть года. И мы с вами даже еще не вступили в полноценную фазу бычьего рынка. Вы только представьте, что будет происходить, когда цена биткоина начнет расти. И когда буквально каждый захочет стать майнером, аналогично тому, как мы уже видели в 2017. Впереди нас безумные времена. А крупные игроки, эксперты, уже увеличили свой капитал, вложив средства в майнинговое оборудование для того, чтобы оставаться конкурентоспособными, даже когда вознаграждение за блок будет уменьшено вдвое. Так что сейчас я вам задаю вопрос. Вы к этому готовы? Я вам не говорю, что вам следует начать заниматься майнингом биткоина. Но как можно быть прибыльным, без стресса, связанного со всем этим оборудованием? Что ж, просто покупайте биткоин. Так просто.